Конец октября и в Москву, как всегда, неожиданно пришла зима. За моей спиной это Волгоградский проспект, там через дорогу завод Рено. И это отличные условия, чтобы поездить на Рено Дастер или, например, на новом кроссовере Каптюр. Но у нас сегодня кое-что совсем иного толка. Это новейшее купе Астон Мартин DB11, абсолютно новая глава в истории компании. Это спортивное купе класса, скорее, Гранд Туризма, чтобы путешествовать, например, из Лондона на Лазурный берег. Но мы сегодня тоже прокатимся, увы, не к морю, а отсюда на Дмитровский полигон. Там и посмотрим, что же изменилось в Астоне и стал ли он интересен для вождения, потому что к прежним моделям у меня была масса вопросов. Да, повезло с погодой нам для теста Астон Мартина. И в целом вся эта дорога на полигон в России для него, конечно, такая сакральная, потому что DB11 должен был появиться в продаже уже в этом году, но его дебют отложен из-за того, что вот здесь на потолке нет кнопки системы Aero Glonass. Да-да, договориться производителям мелкосерийных суперкаров с правительством не удалось. И эти машины обязаны быть оснащены Aero, поэтому их нужно разбить, сертифицировать. Конечно, с неким трепетом я садился за руль Астона, но не потому, что у меня есть какое-то благоговение перед этой маркой. Нет, я прекрасно помню, как ехал Астон Мартин Вираж и насколько я был шокирован его ненастроенностью. Конечно, дух британский в тех автомобилях был, но с точки зрения чистой инженерии автомобильной, не выдающиеся продукты. Поэтому я и переживал, что DB11 может оказаться похожим, ведь, несмотря на то, что это абсолютно новый Астон, здесь по сравнению с DB9 действительно нет ни одной общей детали, но сама философия конструкции примерно та же самая. Пространственная алюминиевая рама мощнейшая. Вот здесь все, что вы видите укрыто кожей, это толстенные профили алюминиевой короба. Здесь усилитель, в пороге усилитель, поперечина проходит за мощной передней панелью. Здесь даже нет перчаточного ящика абсолютно глухо, потому что все здесь забрано буквально в мощные трубы. То есть, в теории, это должно давать нереальную какую-то жесткость кузова. Из особенно ярких отличий от DB9 – это схема подвесок. Спереди здесь по-прежнему двойные поперечные рычаги, но вот сзади вместо них многорычажка. И впервые для Астонов серийных двигатель с турбонаддувом. Это, конечно же, V12, но твин-турбо с двумя огромными улитками фирмы Mitsubishi, но расположены они не в развале блока, как сейчас принято у современных турбодвигателей, а разнесены по сторонам. 608 лошадиных сил, 700 ньютон-метров крутящего момента. В целом, не так и много для двигателя объемом 5,2, да еще с двумя турбокомпрессорами, но дело в том, что у Астона только задний привод. И, по сути, ему не нужно больше мощности. Для сравнения, например, у нового Мерседеса Е-класса, Е63 АМГ в версии S полноприводного, аж 850 ньютон-метров. И, конечно, он намного быстрее. Этот Астон с места набирает сотню за 3,9 секунды. По нынешним меркам, не бог весть что, на самом деле, совсем недавно я ездил на Ауди ТТРС, так она быстрее, при том, что несравнимо дешевле. Но Астон – это не история про бешеные разгоны с места. Все-таки автомобиль Гран-Туризма, и ему важно уметь набирать скорость уже с хода, динамичные обгоны, ускорения. И вот с этим у V12 вообще нет никаких проблем. Дело в том, что он уже на полутора тысячах оборотов выдает свою максимальную тягу. Удивительно быстрый автомобиль с точки зрения размена 100-200 км в час. Да, с места он не поражает, особенно в таких условиях. Мощная пробуксовка, но затем то, с какой легкостью он набирает эту скорость, вот это завораживает. Понимаете, это автомобиль для джентльменов, и который, как известно, will walk, but never run. Так вот, Астон Мартин тоже, он не суетится и не бежит, но при этом он набирает скорость с удивительной быстротой. Это, пожалуй, сравнимо с таким разгоном Боинга с места. Вас вроде бы вдавливает в кресло, вы не ощущаете сумасшедших перегрузок, но при взлете у вас уже 300 км в час. И, конечно, звук мотора В12. В наш век, когда все на перебой и на перегонки стараются придумать автопилоты и электромобили, вот это настоящий осколок такого старого автопрома. Машина, созданная для того, чтобы ездить. Британская машина для немецких автобанов. Совершенно не представляю, где еще можно было бы в полной мере раскрыть потенциал этого двигателя. Конечно, динамика сумасшедшая. От 0 до 100, мне кажется, он едет примерно так же, как с сотни до 200. Но если никуда не спешить, то вы будете ехать не на 12-цилиндровом Астоне, а на 6-цилиндровом. Дело в том, что половинки блока отключаются, если вы не просите от мотора больше, чем 250 ньютон-метров крутящего момента. Никакой индикации на панели нет, чтобы вы, не дай бог, не заметили, что сейчас у вас всего лишь 6 цилиндров активировано, заплатили-то вы за 12. Но с моторами у Астона всегда было неплохо. Подводила трансмиссия. То это был робот с одним сцеплением, совершенно безумный, дерганный. Потом был не очень шустрый 6-ступенчатый автомат, и, наконец-то, появилась достойная коробка. Это агрегат фирмы ZF, 8 передач. Расположен не здесь, в центральном тоннеле, а за моей спиной. Он отнесен назад, к задней оси. Знаменитая схема TransExcel, по которой собраны практически все Астон Мартины для лучшей развесовки. Ведь двигатель-то здесь огромная чушка, 12-цилиндровая, которая висит передо мной. Да, она смещена внутрь колесной базы, но, чтобы ее уравновесить, коробку приходится относить назад. И с обретением этого 8-ступенчатого ZF Астон, наконец-то, превратился в удобный автомобиль. А на случай, если вам вдруг, внезапно, нужно показать окружающим, что у вас именно V12, можно оба подрулевых лепестка одновременно потянуть на себя, и так включается нейтраль, чтобы можно было делать перегазовки на ходу. Классная опция. Приятно порадовала плавность хода. Цельная машинка, собранная, хорошо настроена. Правда, смутило, что между режимом GT и Sport довольно большой шаг. Мне кажется, что 90% времени потенциальные владельцы этих машин проедут как раз базовые настройки. Ну и самое интересное для меня, потому что, понятное дело, Aston Martin я вряд ли рассматриваю к покупке, я думаю, что нам с вами больше интересно этот автомобиль как инженерный некий продукт. Дело в том, что раньше это была, конечно, имиджевая вещь, безусловно, красивая, ручная сборка, где-то корявая, но это только придавало ей шарма. Но как автомобиль это вряд ли можно было бы считать неким действительно высоким уровнем. Что теперь? Здесь самое острое рулевое управление среди всех Aston. Мне кажется, они даже немножко переборщили с передаточным отношением рулевой рейки. Здесь оно 13 к 1. Передняя колея расширена гораздо больше, чем задняя, а это делает характер поворачиваемости скорее избыточным. И это действительно так. И даже усилие на руле вполне приятное. Этого вообще от Aston я ожидал в последнюю очередь. Ну, наверное, оно в последнюю очередь для него и важно, но нам все равно приятно, согласитесь. Единственное но. Здесь настройки электроусилителя, он, кстати, впервые применяется на Aston, завязаны на режим выбора по подвеске. И в базовой настройке руль действительно неплох. Уровень самого усиления высоко, есть логичное нарастание, приятно вести машину. Но в Sport и Sport Plus, увы, как это принято, да, довольно примитивная программа. Мы просто зажали руль, он становится таким густым, но добавки информативности никакой, скорее наоборот. И я думаю, что мы первые, кто окунул DB11 в российскую действительность. На дорогах у нас абсолютный шлак и шлам. И на удивление, неплохо, машинка готова к эксплуатации в таких неприятных режимах. Лобовое стекло абсолютно чистое. Здесь распашные дворники, они уходят аж куда-то глубоко за стойки. Хорошо работает система омыва. Приятно. Давайте разберемся, что такое Aston Martin DB11. Не знаю, как вы, а лично я, когда вижу какой-то Aston Martin, в основном, конечно, на картинках, то никогда не могу понять, что это за модель, настолько они все похожи. Базовая модель называется сейчас Vantage. Есть с мотором V8 и V12. Оба агрегата довольно старые. Следующая ступенька – это DB9 GT. И на вершине большое купе Vantage. Есть еще седан Rapid, но сейчас мы говорим о двух дверках. Так вот, DB11 – это преемник DB9. Наследник сказать нельзя, потому что это полностью новый автомобиль, хотя выглядит он, в общем-то, классическим Aston Martin. Но на самом деле здесь нет ни одной детали общей с предыдущими машинами от носа до хвоста. Новая платформа Aston Martin – вид снизу. Но сразу огорчает, что здесь нет никаких аэродинамических щитков, хотя даже менее шустрый автомобиль. Сейчас, как правило, все укрыты тут пластиком, чтобы не создавать подъемную силу. Зато хорошо заметны вот эти мощнейшие алюминиевые короба. Вся машина из алюминия. Вот здесь герметик, клей, заклепки. Все это идет от носа до хвоста. Та самая силовая структура кузова. Двигатель V12 глубоко отнесен в пределы базы. Вот у нас передняя ось, а мотор болтается чуть ли не под водительским сидением. А вот коробки передач здесь нет, потому что она отнесена назад. Трансмиссия выполнена по схеме TransExcel. Вот у нас оторебрение ее картера для охлаждения. Но опять-таки, как-то неаккуратно здесь все устроено. Проводочка в гофре болтается, не прикрытая. Здесь у нас гидравлические линии какие-то, тоже ничем не защищенные. Опять-таки, наверняка, создающие возмущение. Ну и если спереди здесь классическая двухречажка, то сзади совершенно новая для Астон Мартина многоречажная подвеска. Наверняка роль в ее создании сыграл и концерн Daimler, потому что здесь пять рычагов, как сейчас принято на автомобилях Mercedes. Оригинальные решения здесь начинаются прямо с капота. Обратите внимание, здесь нет стыка между крылом и капотом. Это одна единая поверхность. В Астон Мартине с гордостью говорят, что это самый большой цельный кусок алюминия во всей автомобильной промышленности. Ну и помимо красоты и чистых линий, он имеет и вторую функцию. Он настолько огромный и способен поглотить столько энергии, что Астону Мартину DB11 не понадобилась специальная система, приподнимающая капот в случае аварии с пешеходом. Это абсолютно новый мотор V12, Twin Turbo 5.2, все это здесь написано. Астон с гордостью говорит, что двигатель полностью разработан внутри компании. Хорошо заметно, как глубоко он сдвинут в пределы колесной базы, чтобы развесовка по осям была близка к оптимальной 50 на 50. Мы уже взвесили машину, и снаряженная масса оказалась чудовищной, почти 2 тонны, но с точки зрения разделения нагрузки по осям действительно все хорошо. И фишка свойственная только Астоном. Вот эти жабры за колесом, они называют Carly Q. Эта вещь дебютировала на трек Тули «Астон Мартин Вулкан». Дело в том, что когда колесо вращается, здесь образуется воздух повышенного давления, который стремится приподнять переднюю ось от земли. И эти жабры выводят через отдушину с бороздками, воздух наружу, причем он закручивается и отправляется назад. Якобы это снижает подъемную силу, но вы только посмотрите, в реальных российских условиях это настоящий грязесборник. Я на мойке устал вымывать отсюда песок и камни, и все равно еще куча грязи здесь осталась. Жалко. Ну ладно, вернемся к воздуху. По задумке Астона, он здесь встречается с зеркалом заднего вида, ножка которого сделана в форме антикрыла, и тоже, конечно же, прижимает автомобиль, несется дальше, и здесь его ловит вот такой карман, который называется AeroBlade. Хитрая система, созданная, скажем так, в кооперации дизайнеров и инженеров. Дизайнеры сказали, что мы не хотим, чтобы здесь у нас на багажнике был какой-нибудь утиный хвост спойлера, нам нужны чистые линии. Инженеры сказали, окей, а нам нужна прижимная сила, и получился компромисс. Воздух входит в этот канал, а вот эта решеточка на крышке багажника, его выходное отверстие. Причем, если открыть крышку, здесь отлично видно вот этот вот дымоход, по которому воздух пролетает через кузов Астона и вылетает здесь наружу. Но, увы, одним AeroBlade дело не ограничилось. На высокой скорости, свыше 110 км в час, в зависимости от режима движения, вот отсюда вылезает лезвие спойлера. Очень похожее такое есть на седане Mercedes C63 AMG. Еще один плотка операции, наверное, Астона и Мерседеса. Но самые яркие приметы их сотрудничества, конечно, в салоне. Не знаю, как вам, по-моему, довольно забавно, что Aston Martin, это один из столпов британского автопрома, насквозь островная компания, как только начинает с кем-то кооперироваться, тут же получает фишечки от этих компаний. Помните, раньше у нее были здесь вольвовские кнопки открывания стекол, фордовские рычажки, у нее даже одно время были фары от Мазды, а теперь ее лучший друг Мерседес. И что мы видим? У Астона единственный подрулевой переключатель. Традиции чтят, заметно. Лично меня всегда удивляло, как у штучных суперкаров, которые стоят целое состояние, сделаны все из углепластика, но у них совершенно допотопная мультимедиа, вместо навигации бумажный атлас, Мерседес расщедрился и подарил Астон Мартину свою навигационную систему команд. Правда, не самую свежую, у нового Е-класса все гораздо симпатичнее, но здесь, наконец-то, хотя бы можно общаться с этой системой. Здесь вся логика абсолютно такая же, как у Мерседесов. В целом, все неплохо, карта навигации тоже неплохая, но жалко, что в погоне за современные моды Астон Мартин ушел от нормальных кнопок к этим сенсорным панелям. Но в автомобиле должны быть кнопки с тактильными ощущениями. Я хочу чувствовать, что я что-то нажимаю. Здесь сенсорная панель, тут сенсорная панель. И гораздо обиднее, что ушли нормальные приборы. Да, они раньше были чудаковатые, стрелки, спидометры и тахометры шли навстречу друг друга, но это были настоящие хронографы с алюминиевыми ободками, а теперь смешной жидкокристаллический дисплей, причем графика хуже, действительно хуже, чем, например, у Калины NFR с приборкой фирмы Гамма. Тем более, что во всем остальном здесь реально здорово. Толстая, приятная на ощупь кожа, цельные кусочки дерева. Посмотрите, крыша здесь точно такая же прострочка, как на сиденьях. Выглядит действительно круто. А еще опытные владельцы Астон Мартинов наверняка заметят, что здесь исчезла традиционная рукоятка ручника. Раньше рычаг у них располагался здесь около левого порога. Да, теперь система с электроприводом. Докатилась эта мода и до, казалось бы, очень традиционного и консервативного Астона. Попробуем ускориться. Мы доехали до полигона. Динамометрическая дорога. Здесь никого нет. Система стабилизации в режим трек, когда она чуть ослаблена. Лонч-контроль. Здесь его нет. Он так с 2000 пуляет. Подобие некое лонч-контроля. Да, буксует даже сейчас. Разгон с места не поражает. Но потом ускорение со средних скоростей совершенно сумасшедшее. Со 120-140 нажимаешь в пол уже 200. Дует ветер заметно через щель. Но это пре-продакшн машина. То есть, пилотная партия. Ей такие огрехи простительные. Довольно сильно потаскивает на продольном профиле машинку дергает за руль. Ну и главное в этом разгоне, помимо, собственно, его ощущения абсолютной бесшовности, да, того, что будто чьей-то мощной рукой автомобиль толкают мягко, без рывков, передачи меняются тоже без каких-то совершенно сумасбродных переключений, даже в жестком режиме S+. И обратите внимание, звук. Чуть ли не главное в разгоне Астона. Особенность. Хорош, причем удивительно, V12, две турбины, но он не тухнет даже наверху. Максимальная мощность S на 6,5 тысячах. И спокойно его можно крутить в отсечку к 7 туда. Да. А вот тормоза заставляют насторожиться, потому что заметно, что они слегка подогреты, когда мы осаживаем с большого хода. Идет такой неприятный гул характерный. Дело в том, что у DB11 только чугунные диски. Здесь не бывает углерод-керамики. И для такой тяжелой машины сейчас на весах она потянула почти на 2 тонны с бензином. Этого, конечно, мало. Хочется углерод-керамики, она гораздо более термостойкая. Астон Мартин на ходу любит троицу. Нам это должно быть очень близко российским покупателям. Да, хотелось бы мне себя отнести к российским покупателям, но ладно, пока об этом не будем. У амортизаторов Бельштайн адаптивных три режима. Стандартный, спортивный режим и режим спорт плюс. Все как у Порше сделано, да. Несмотря на всю свою британскость, Астон Мартин подсматривает и за немецкими конкурентами. Я уверен, что 90% жизни в России, так и еще больше, этот автомобиль проведет в базовом режиме, потому что он самый оптимальный практически для любых условий движения. Даже вот сейчас на полигоне здесь не очень хорошая дорога с жесткими неровностями, которые Астон на своих крупных 20-дюймовых колесах, конечно, не любит, но едет он вполне терпимо. Конечно, неплохо режим спорт, но шаг между ним и обычным и обычным режимом очень велик. И это немножко напрягает, потому что вроде бы сейчас все было хорошо, потом вы включаем спорт и прям на порядок больше приходит тычков, ударов. При этом руль становится гуще, и я бы не сказал, что информативность повышается. Нет. Хороший Астон Мартин это Астон Мартин в стандартном режиме. Практически то же самое можно было бы сказать про двигатель с коробкой передач, но нельзя, потому что мне больше понравился как раз режим спорт. Здесь открываются заслонки в выпускном коллекторе, автомобиль начинает говорить на повышенных тонах, а это именно то, что мы хотим от V12. И автомат работает гораздо активнее, вы не чувствуете вот этого провала по тяге, о котором я только что рассказывал. Еще есть режим спорт плюс, но он такой по сути только лишь в названии, потому что при его включении коробка не предлагает самую низшую из возможных передач, по сути это такой же спорт, только каждую передачу он выкручивает до предельных 7000 оборотов. Мне кажется лишней эта позиция. И система стабилизации, здесь вы не найдете ни кнопки, ни сенсорной панели по ее деактивации, но зато внутри, в меню у нас есть три позиции. Включен, трек, соответственно для гоночной трассы, чтобы можно было слегка отодвинуть пределы. И наш любимый режим, когда система выключена, хорошо скользит Астон, еще колеса поворачиваются на большой угол, и конечно раз уж нам не повезло оценить его в нормальных условиях, для которых он был создан в Европе, на его хороших липких шинах, то хотя бы можно слегка дурака повалять и вдоволь поскользить на Астоне. А, моторчик! Можно хорошенечко расслышать, как он практически под флажок уже начинает петь. На удивление легко контролировать Астон скольжение, несмотря на чудовищные 700 ньютон метров крутящего момента, но связь по педали газа очень неплохая, колеса передние поворачиваются на большой угол, и в общем-то я могу на вас смотреть и сделать полный круг. Говорят, в каждой машине установлена система записи данных, причем она пишет не только параметры работы двигателя, но и то, что происходит в салоне, звук, видео, не знаю, когда они будут расшифровывать эти данные, видимо мне стоит ждать телефонного звонка. Хулиганский гран-туризм, а как мы любим. Вообще удивительно, согласитесь, что сейчас нам нужно заплатить 15 миллионов рублей, столько по обещаниям будет стоить в апреле следующего года Астон, чтобы купить машину, которая создана для того, чтобы ездить по трассам много. мне кажется, что любой Hyundai Solaris может справиться с этой задачей, причем не только вдвоем, как здесь, а целыми семьями. Да, здесь номинально есть еще задние места, причем впервые для Астон-Мартина там даже существует крепление изофикс для детских сидений, но это, вы знаете, такой тонкий английский юмор, я, честно говоря, вообще не представляю, какое детское кресло туда можно засунуть, но и в целом сидеть там практически невозможно. Мне симпатично то, что это некая анти-Тесла. Здесь огромное количество выбросов СО2. Про экономичность здесь, в общем-то, никто и не думал. У меня получилось за сегодня 23 литра на 100 километров. Я считаю, достойный результат, 608 сил, ни в чем себе мы не отказывали. И мне очень приятно, что, сохранив этот налет островного эксклюзива, индивидуальность британскую, Астон стал вполне состоятельным, как просто транспортное средство, как автомобиль. Это то, чего не хватало всем мелкосерийным машинам ручной сборки. Да, они могут выглядеть сногсшибательно, они могут звучать совершенно сумасшедшим образом, у них может быть тысяча лошадиных сил, но все равно они едут как утюг в лучшем случае, а в худшем убьют вас в любом повороте. Теперь же нет. Этот автомобиль, на котором действительно приятно ездить и им приятно управлять. Безусловно, это достижение новой платформы. Теперь я с нетерпением жду будущих Астонов новой волны, компактных купе, которые придут на смену нынешней модели Vantage, совершенно чудовищной. У них будет двигатель от Mercedes V8 4.0, который можно форсировать даже больше, чем этот. И, мне кажется, вполне может быть и полный привод. И вот это уже будет отличный конкурент для Porsche 911, если подход к настройке всех ездовых параметров будет такой же, как здесь. Продолжение следует...